самое худшее что случилось что я потеряла чувство запаха и вкуса я думала все я погибла для повара такой постковидный синдром смерти подобен как жить если самой вкусной в мире грузинской хачапури стала абсолютно пресным я поставила маленькие чашки грузинские приправы индийские приправы духе от шанель закрываешь маленьких чашках ну не знаешь что там берешь и думаешь вот что я нюхаю ну что такое спустя три месяца шанель от хмели сунели елена стала отличать но полностью обоняние вкус к ней так и не вернулись со вкусом хлеба там что-то случилось я не знаю что такое но вкус хлеба точно изменилось это связано к сожалению с поражением нервной системы когда началась коронавирусная инфекция мы думали что это касается чисто пульмонологов да это болезнь легких у ковида выявили редкое свойство преодолевать гематоэнцефалический барьер это фильтр на стенках сосудов головного мозга который защищает его от токсина в крови когда патоген проникает в главный орган человека ждать можно всего чего угодно от потери памяти и бессонницы до смертельных кровоизлияний руку поднимите правую пальцы сожмите пожалуйста сжимайте пальцы реанимации в отделении неврологии национального госпиталя в бишкеке сюда попадают пациенты с инсультом и инфарктом когда кыргызстан накрывает очередная волна к вида число пациентов растет и здесь на фоне двусторонней пневмонии вирусной теологии больше справа у больного произошло кровоизлияние в ствол головного мозга которая характеризуется угнетением сознания этому мужчине 83 врачи сутки пытаются привести его в сознание пациента поражена треть легких и нарушена работа мозга если бы вовремя вакцинировался говорят родные последствий было бы меньше вообще никогда не болел никогда практически не жаловался на здоровье был всю жизнь такой крепкий пожилом возрасте обязательно делать на прививки в реанимациях не только пожилые в городской больнице чебоксар полно детей у малышей повыскакивали болячки которых отродясь не было у микрон он как бы стирает иммунную память у детей то есть разрушает антитела к другим вирусом результате чего дети становятся подвержены заболеваниям вновь воздействие коронавируса чем-то похоже на внезапную старость вот был человек здоровый крепкий и вдруг рассыпался в основе вот старение лежит и такое постоянное системное воспаление как ответ на множество антигенов которые окружают нас потому что воспаление влечет за собой там изменение метаболизма синтеза соединительной ткани увеличение жесткости сосудистой стенки в общем можно много об этом говорить у медиков есть специальный термин инфломейджинг воспалительное старение когда организм увядает под действием микроорганизмов ковид-19 очень странным образом активирует иммунную систему неправильным образом иммунная система она с одной стороны должна нас защищать от патогенов а с другой стороны похоже тот самый самурайский меч которым мы зачастую сами себя убиваем температура головная боль кашель насморк и мокрота ничто иное как работа иммунной системы она старается вывести токсин любой ценой иногда ценой жизни печальный пример цитокиновый шторм термин который в пандемии узнали все от мала до велика когда организм зараженный вирусом фактически совершает самоубийство это с нами делает наш собственный организм в первую очередь система воспаления ну и связана с ней частично системы сверзанности крови они как будто бы сходят с ума и вируса уже зачастую у этих пациентов нет который умирает убежден той же самой иммунной системе а человек все равно спасти не удается новости из океана все больше похоже на ужастики ученые колумбийского университета сша вскрыли мозг умершего от коронавируса увиденное шокировало обнаружены изменения ткани мозга похожие на изменения которые протекают при болезни альцгеймера эта инфекция может вносить свой вклад в так называемое воспалительное старение воспаление лежит в основе развития болезни альцгеймера в главном органе человека происходит множество обменных процессов важную роль в них играют так называемые амилоидные белки днем они выполняют свою работу а ночью когда мозг отдыхает растворяются при болезни альцгеймера этот жизненно важный механизм нарушается непонятно пока по каким причинам начинают работать те ферменты которые разрезают этот белок в тех участках которые не растворяются и получается такая нерастворимая форма вот этого белка бета-амилоида и эти нерастворимые формы они между собой склеиваются составляют такие клубочки откладываются мешает работе нервных клеток по словам геронтолога белки начинают откладываться в мозге человека за 10-15 лет до того как у него диагностируют болезнь альцгеймера судя по открытию американских ученых ковид справляется с этой задачей гораздо быстрее но если лекарства деменции пока не существует то от тяжелых и летальных форм коронавируса можно защититься средний возраст моих пациентов это 80 лет среди привитых у меня нет ни одного пациента который бы тяжело перенес вот эту инфекцию любое инфекционное заболевание любое не только ковид оно сопровождается воспалительным процессом вакцинация это лучший способ замедлить воспалительное старение у врачей есть еще одна хорошая новость ускоренное старение при ковиде в отличие от деменции возможно обратимый процесс если человек смог победить коронавирус организм скорее всего тоже восстановится анна деркач ольга соловьева мария солопова жазгуль каримова михаил робокидзе игорь курданов программа вместе